Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию музыкальный календарь – февраль. 3 февраля 1809 года в немецком Гамбурге явился миру Феликс Мендельсон Бартольди. Шуман называл его Моцартом XIX века. Своим творчеством он стремился поднять музыкальную культуру немецкого общества, укрепить национальные традиции, воспитать образованных профессионалов. А под музыку его знаменитого свадебного марша, который звучит уже на протяжении 170 лет, сочетались узами брака миллионы людей во всем мире. 14 февраля 1813 года в селе Воскресенском Тульской губернии родился Александр Доргомышский, будущий предвестник реализма в русской музыке. В его домашнем воспитании большое место уделялось театру, поэзии, музыке. Именно привитая в детстве любовь к искусству и определила дальнейшее страстное увлечение игрой на фортепиано и композицией. Его стремление раскрыть музыкальными средствами правду жизни притворилось и в операх, в частности в «Русалке», и в романсах, и в оркестровых произведениях. 21 февраля 1791 года в Австрии родился мальчик, имя которого известно каждому юному пианисту – Карл Черни. Ученик Бетховена, он создал уникальную пианистическую школу, включающую многочисленные упражнения, этюды разной сложности, позволяющие пианистам поэтапно осваивать разнообразнейшие технические приемы игры на фортепиано. Одним из знаменитых учеников в Черни был Ференс Лист. 23 февраля 1685 года родился один из известнейших композиторов Георг Фридрих Гендель. Творец эпохи просвещения. Он предвосхитил бурное развитие жанров оратории и оперы. Ему были близки и гражданский пафос Людвига Бетховена, и оперный драматизм Глюка, и романтические влияния. Интересно, что спор за гражданство этого композитора до сих пор ведут Германия и Англия. В первой он родился, а во второй прожил большую часть жизни, став известным. 29 февраля 1792 года в итальянском пизару родился Джоакино Россин. Он начал творить в период, когда итальянская опера начала терять главенствующие позиции, превратившись в бессодержательное развлекательное представление. Успех опер Россини, вершиной которого стал сивильский цирюльник, был обусловлен не только невероятной красотой музыки, но и стремлением композитора наполнить их патриотическим содержанием. Оперы маэстро вызывали большой общественный резонанс, что привело к долговременному полицейскому надзору за композитором. 13 февраля 1873 года в Казани родился Федор Шаляпин. Успех ему принесли два качества, которыми он был наделен сполна – уникальный голос и неподражаемое актерское мастерство. Начав работу статистом в казанской передвижной труппе, он поначалу часто менял место работы. Но благодаря урокам пения у известного в то время певца Усатого и поддержке мецената Мамонтова, карьера Шаляпина быстро пошла в гору и привела его к вершине творческого успеха. Эмигрировавший в 1922 году в США, певец до конца жизни оставался русским певцом, не сменил гражданство. Прах его был перевезен в Москву и захоронен на территории Новодевичьего кладбища. 24 февраля 1873 года на свет появился Энрико Карузо. В Италии того времени пробиться на большую сцену было чрезвычайно сложно. Только теноров первого класса было зарегистрировано более 360, что являлось вполне обычным для такой поющей страны. Тем не менее, исключительные вокальные данные и случай, маленькая роль в опере «Друг Франческо», в которой Карузо спел лучше, чем ведущий солист, позволили ему подняться на пик популярности. Все партнеры и партнерши по сцене отмечали его чарующий страстный голос, богатейшую палитру чувств в пении и огромный стихийный драматический талант. Такая буря эмоций просто не могла оставаться невыраженной. Ик Карузо периодически отмечался в светских хрониках своими экстравагантными выходками, шутками и скандальными происшествиями. Величайшие премьеры. В феврале состоялись премьеры двух грандиознейших опер Мусоргского. Нисходящих со сцены по сей день. 8 февраля 1874 года на сцене Мариинского театра состоялась премьера Бориса Годунова, произведение одновременно и прославляемого и ганимого. Настоящий успех пришел в 1908 году, когда на постановке в Париже партию Бориса исполнил Федор Шаляпин. А через 12 лет, 21 февраля 1886 года, уже после смерти композитора, силами участников музыкально-драматического кружка в Петербурге, была поставлена опера Хованщина. Настоящим рождением спектакля стала московская постановка на сцене частной оперы Савы Мамонтова в 1897 году, где партию Досифея исполнил все тот же Шаляпин. 17 февраля 1904 года увидела свет опера Пучини «Мадам Беттерфляй». Интересно, что премьера этого спектакля, как и двух других самых популярных на сегодняшний день опер, травятые сивильского цирюльника, оказалась провальной. С последними аккордами на исполнителей обрушился шквала свистаний, кукареканий и непристойностей. Подавленный произошедшим Пучини отменил второе представление, хотя этот шаг повлек выплату большой неустойки. Композитор внес корректировки, и следующая постановка прошла с огромным успехом в Брешии, где дирижером выступил Артуро Тосканини. 20 февраля 1816 года состоялась еще одна знаковая премьера «Время». На сцене театра Арджентина была поставлена опера Россини «Сивильский цирюльник». Премьера не была успешной. Поклонники Джованни Пайзелло, опера которого с таким же названием шла на сцене уже 30 лет, освистали творения Россини и вынудили его тайно покинуть театр. Это обстоятельство стало причиной более медленного роста популярности спектакля. И в завершении нашего музыкального календаря прозвучит пьеса Петра Ильича Чайковского из музыкального цикла «Времена года. Февраль» в исполнении Анны Чахмахчан. Песня «Времена года. Февраль» в исполнении Анны Чахмахчан. Песня «Времена года. Февраль» в исполнении Анны Чахмахчанов. Песня «Времена года. Февраль» в исполнении Анны Чахмахчана. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон